Особое мнение на 101FM Но как житель города вы, конечно, можете комментировать Начнем с Никиты Юрьевича, я так понимаю 10 мая на прошлой неделе Мосгорсуд рассмотрел жалобу адвокатов Никиты Белых На приговор, вынесенный ему И, собственно, изменил приговор Но, как вы и предрекали, изменения были незначительными Скорее даже декоративными То есть Никите Белых после отбытия наказания Разрешено сразу же практически Вот на следующий день занимать государственные должности Ну, если кто-то его назначит То да, конечно, он будет иметь такую возможность Ну, коллеги наши, федеральные журналисты Пишут, что, в общем, больше похоже на издевку Так же, как и в случае с Алексеем Улюкаевым Потому что человека с судимостью На государственную службу никто не примет Ну, безусловно, но, на мой взгляд, это не издевка Это совершенно обычная практика Это делается сознательно и специально Подобного рода косметические поправки Которые внес суд апелляционной инстанции в приговор Никоим образом существа самого приговора Не затрагивают лишение свободы Как было, так и осталось Срок, как был назначен, так и остался Просто вот подобного рода поблажка Формальная, абсолютно декоративная Лишит возможности защиту заявлять о том Что Мосгорсуд, рассматривая апелляционную жалобу Отнесся к делу формально Неглубоко разобрался В деле проигнорировал какие-то его доводы На подобного рода замечания Сторона государства всегда может сказать Ну, о чем вы говорите Вот видите же, приговор был изменен Пусть вот в такой незначительной, собственно говоря Степени, но тем не менее это право суда Рассмотреть и решить по своему усмотрению То есть, на мой взгляд Вот подобного рода косметический ремонт Был предпринят исключительно лишь для Придания видимости Объективного рассмотрения дела в апелляции Ну, о том, что сейчас будет происходить С Никитой Белых мы чуть-чуть попозже поговорим Давайте еще чуть-чуть по процедуре То есть, сторона защиты уже заявляет о том Что пойдет дальше Будет обжаловать решение суда в кассационном порядке В президиум Мосгорсуда Про Верховный суд Вот пока вроде бы ничего не заявляется Но я так понимаю, что такая возможность тоже есть Ну да, стандартом Уголовно-процессуальным кодексом В Российской Федерации предусмотрено Несколько стадий Обжалования состоявшегося приговора Первое Это апелляционные жалобы Обжалование приговора суда Не вступившего в законную силу Вот сейчас Сторона защиты Никиты Юрьевича ее прошла Следующая Это подача первой кассационной жалобы Она подается в президиум Мосгорсуда В деле Никиты Юрьевича И вторая кассационная жалоба Подается уже непосредственно В Верховный суд После чего остаются только лишь Возможности попросить Возбудить надзорное производство Но это уже экстраординарные способы защиты Если сторона адвоката Никиты Юрьевича Будет планировать обращение в ЕСПЧ В Европейский суд по правам человека Прохождение такого этапа Как апелляции Фактически означает Запуск шестимесячного срока То есть шесть месяцев Отчитывается с 10 мая Да, с момента прохождения Апелляционной инстанции У Никиты Юрьевича У его защиты Есть ровно шесть месяцев На то, чтобы обратиться С жалобой На данное решение На данный приговор В Европейский суд по правам человека И если суд сочтет данную жалобу приемлемой Она будет коммуницирована Передана властям Российской Федерации После чего Европейский суд В составе палаты Либо Большой палаты Уже рассмотрит И примет решение Насколько нарушения На которые будет ссылаться защита Имели место быть Насколько они были существенны Какая компенсация в данном случае Будет являться приемлемой И достаточной Ну и потом Уже сторона защиты Получив решение ЕСПЧ Где будет, например Установлен факт Нарушения Прав и свобод человека Гарантированного В Европейской конвенции Сможет просить Пересмотреть Приговор По новым обстоятельствам Хотя мы все Видим и знаем Что, к сожалению В настоящий момент Решение ЕСПЧ Уже вроде и не является Обязательным для исполнения Для властей Российской Федерации Что для меня, как для юриста Безусловно, удивительно Ян Евгеньевич, я правильно понимаю Что два процесса Могут идти параллельно То есть подача жалобы В ЕСПЧ И президиум Мосгорсуда И затем Верховный суд Эти вещи Эти процессы Могут идти параллельно Да, да Не обязательно ждать Когда Мосгорсуд В лице Президиума Либо председателя Президиума Рассмотрит жалобу Не обязательно ждать Когда Судья Верховного суда Получит очередную Кассационную жалобу Если она будет подана И примет Какое-то Процедурное решение По ней Обычно Как раз Кассационные жалобы Заканчиваются На этапе Принятия решения О их принятии И возбуждении Кассационного производства То есть Если нарушений Суд Кассационной инстанции Не видит Он просто отказывает В возбуждении дела И все Понятно В таком случае Еще по срокам Вот Какое время Это все может занять Ну С ЕСПЧ История долгая Как я понимаю Да А вот С Президиумом Мосгорсуда С Верховным судом Обычно Там сроки Как раз Достаточно четко Прописаны Уголовно-процессуальным Кодексом Стандартом Является Два месяца Для рассмотрения Дела В Президиуме Мосгорсуда И Верховный суд Примерно В такие же сроки После получения Жалобы Естественно Собственно говоря Достаточно оперативно Все происходит Принимает свое решение То есть в течение Ближайших полугода Точно будет Какая-то информация Если адвокаты Пойдут дальше Ну да Я думаю Что в любом случае Мы что-то будем узнавать И адвокаты Наверняка Не остановятся На даже Только лишь Тех судебных инстанциях Которые вы Сказали Я думаю Что как раз Скорее всего Они приложат Все усилия Для того Чтобы Придать Своей жалобе Приоритет В европейском суде Через европейский суд По правам человека Можно Не дожидаясь Окончательного Рассмотрения Жалобы Попросить Меры По защите И интересов Человека Например Если человек Нуждается В срочной Какой-то Медицинской Помощи Я хотела спросить Да Состояние здоровья Оно играет роль Да Безусловно Если человек Нуждается В срочной Медицинской Помощи И такая Адекватная Медицинская Помощь Ему По каким-то Причинам Не оказывается В том Учреждении Где он На настоящий момент Находится Человек Его защита Никита Юрьевич Приложив Соответствующие Документы Может По электронной Почте По факту Как угодно Обратиться В европейский суд С заявлением О принятии Немедленных мер По обеспечению Его прав И законных Интересов И как раз Если смотреть На практику ЕСПЧ В 90% Случа Такие меры Судом Принимаются Как правило Они все касаются Либо Обеспечения Безопасного Места содержания Установления Места содержания Человека Например Если в СИЗО Либо в следственном Изоляторе Ином каком-то Либо в УВС Либо в колонии Человеку угрожает Какая-то опасность Он может поставить Перед ЕСПЧ Вопрос О фактически Обязании Властей Российской Федерации Переместить его В иное Исправительное Учреждение Точно так же Если человеку Необходима Какая-то Медицинская помощь Которая ему Не оказывается Либо Узко-специальная Высокотехнологичная Может ставиться Вопрос О фактически Оказании Этой медицинской Помощи даже Вне системы В СИН То есть В обычных Гражданских Лечебных Учреждениях Ян Евгеньевич Мы с вами еще Говорили по поводу Дальнейшего Этапирования Никиты Белых Да Он сейчас Находится В Москве В СИЗО Должен быть Должно быть Принято решение Я так понимаю О месте Отбытия наказания Его Теперь Ну это очень быстро Все произойдет Но пока не произошло Сегодня 15 число А приговор был Точнее Жалобу рассматривали Ну Мосгорсуд Орган Достаточно Медлительный В части Изготовления Документов Но тем не менее И Почта России Долго Работает Здесь Почта России Ни при чем Значит Когда Мосгорсуд Да любой суд Рассматривающий Эпиляцию Сужденного Выносит решение По этой жалобе Приговор считается Вступившим В законную силу Соответствующее Уведомление О вступлении Приговора В законную силу Судом Направляется В учреждение Где в настоящий момент Сужденный Находится Применительно К Никите Юрьевичу Это Матросская тишина Вот Получив Причем это делается Все в течение суток Получив Подобного рода Документ Фактически Незамедлительно Начинается Процедура Не этапирования А определения Места отбывания Наказания Куда Следует направить Осужденного Уголовно-исполнительный Кодекс Отводит Для системы Всего 10 дней На подобного рода Процедуру Через 5 дней Должны узнать Причем это максимум Причем это максимум Нет мы это не узнаем А нам не скажут Значит мы Сейчас Хорошо Значит Даже осужденного Самого Которого Выводят Куда-то На этап Приказывают Собраться С вещами И подготовиться К отбытию В исправительную колонию Никогда Не ставят В известность Куда конкретно Его отправят В Соль В Соль В Чигодск В Тьму В Тьму В Таракань В Киров В поселок Лесной В не знаю Усть В имя Какую-нибудь И прочую вещь Он узнает О том Куда конкретно Он Приехал Только тогда Когда уже Приедет Так А родственников Кто В известность Родственников Ставят В известность Не о том Что человек Отправлен Отбывать Наказание В исправительную Колонию Номер Такую-то Расположен Там-то Там-то И так далее А о том Фактически Что человек Уже туда Прибыл То есть Как правило Тогда Когда Приговор Вступил В законную силу Для родственников Самое тревожное Время Наступает Когда они Временно Теряют связь С своим Мужем Сыном Братом Прочим Родственником Этапирование Осуществляется Как правило В российской Федерации Посредством Железнодорожного Транспорта Иногда Конечно Если Подразумевается Этапирование На достаточно Недлинное Расстояние Это может быть Осуществлено С помощью Средств Автомобильного Транспорта В исключительных Случаах Этапирование Осуществляется Воздушным Транспортом Но это Высключительно Это когда На Дальний Восток Это когда Михаил Борисович Ходорковского Нужно срочно было Из Карельской колонии Выдворить За пределы Российской Федерации Вот На Дальний Восток Как раз Система ВСИН Очень любит Возить Осужденных Железной Дорогой Прямых Рейсов В этой Системе Не Предусматривается Подобного Следует Отправить Бывшего Губернатора Кировской области Куда в итоге Он попадет Можно только Догадываться Где-то в середине лета Мы узнаем Или не узнаем Да нет Все зависит от того Куда же все-таки Он поедет Если это будет Где-то недалеко От Москвы Мы узнаем Об этом Гораздо раньше Этап Простите От Москвы До Рязани Идет Полтора Два дня Максимум Если это будет Кировская область Кировчепеск Еще что-то Ну конечно Это займет Какое-то время Но оно тоже Не будет исчисляться Месяцами На мой взгляд Все определится Где-то К середине июня Уже Куда конкретно Поместят Никита Юрьевич В какие условия Что за колония Ну это Безусловно Важно Хотя бы С точки зрения Возможности Оказания ему Своевременной Медицинской помощи Все-таки Диабет Штука неприятная Подразумевает Ну как минимум Постоянное Медикаментозное лечение Вот сейчас мы О медикаментозном лечении В наших исправительных Учреждениях поговорим После небольшого перерыва Яна Чеботарев Юрист в нашем эфире Особое мнение На 101FM Яна Чеботарев Юрист в нашем эфире Продолжается программа Особое мнение Мы говорим о том Что ждет В ближайшие месяцы Бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Я так понимаю Что выбор Место отбытия Наказания Будет Обоснован В том числе И наличием Какого-то Медицинского учреждения По соседству Которое может Оказывать помощь Все зависит Сотрудник Это же куча бумаг Просто в интернете Полно Полно Жутких Совершенных Историй В том числе На сайтах СМИ О том Как люди Не выходят Живыми Ну в жизни Бывает В жизни Бывает Все На самом деле Нет правил Без исключения Я говорю По Поводу Среднего Стандартного Отношения К ситуации Со стороны Обыкновенного Сотрудника Любого Государственного Учреждения Проблемы Никому не нужны Никому не нужны Естественно Что если Будет поставлена Кем-то Какая-то Глобальная Задача Что-то Сотворить С Человеком Ну Безусловно С ним Может что-то Случиться И не обязательно Для этого Даже помещать Человека В условия Следственного Изолятора К примеру С таким же Успехом И кирпич Может упасть Просто так Вот Так что Здесь я думаю Что ФСИН Уже знает О наличии У Никиты Юрьевича Хронических Заболеваний Тем более Что Об их наличии Неоднократно Говорилось И упоминалось На разных уровнях И Безусловно При выборе Для него Место Дальнейшего Отбывания Наказания Во внимании Будет приниматься И наличие Поблизости Какого-то Соответствующего Медицинского Учреждения Уровень Оказания Медпомощи Он Где Он Везде Разный Или Он Везде Примерно Одинаковый Нет Значит Каждое Исправительное Учреждение Системы ФСИН Любое И без Без исключения Имеет Возможности Оказания Первичной Медицинской Помощи Понятно Что если Речь идет Например О каком-то Серьезном Серьезнейшем Заболевании Которое Требует Высокотехнологичного Лечения Каких-то Узких Специалистов Для этих Целей Внутри Системы ФСИН Давным-давно Были Придуманы И существуют И функционируют Лечебные Исправительные Учреждения Люди Которые Не имеют Возможности Обходиться Без постоянной Медицинской Помощи Весь срок Назначенный Судом Для отбывания Наказания Отбывают Именно там Фактически Простите Ну Сидят Лежа И режим Там послабше И питание Там безусловно Получше И врачи Есть И врачи Худо-бедно Какие-то Есть То есть И возможность Получения Медикаментозных Передач От родных Родственников По назначению Лекарства Могут Передавать Да Ну Лекарства Могут Передавать И В любое Лечебное В любое Исправительное Учреждение Но это Как правило Связано Всегда С множеством Бюрократических Препонов Если человек Находится В больнице СИЗО Непосредственно Уже сразу То здесь Таких проблем Как правило Не бывает Здесь Если нужно Какие-то Лекарства Которых В настоящий Момент нет И родственники Осужденного Готовы Незамедлительно Например Их передать Врач Просто Выписывает Соответствующий Документ И Такое Лекарство Человек Получает Фактически В этот же День Проблем Здесь Таких Не возникает Если бы Это было Обычное Исправительное Учреждение Ну Пришлось Бы Созывать Какие-то Консилиумы Может быть Где-то Отдельно Этапировать Этого Бедного Сидельца В Это же Лечебно-исправительное Учреждение Для того Чтобы Узкий Специалист Подтвердил Необходимость Данного Конкретного Лекарства Для Больного Парацетамолом Аспирином Элементарными Какими-то Лекарствами Наши Учреждения Системы ФСИН Обеспечены Все Зеленка Йод Везде Есть Зеленка Йод Очень Полезные Препараты При диабете Гибертонии И Главное Внутренне Принимать Яна Чеботарев Юрист Нашей студии Еще одна тема Тоже связанная Кстати говоря С местами Лишения Свободы Интересный Текст Мне попался На глаза Два дня Назад Я вчера Коллегам Его показала Текст Выложен На сайте ОНК Причем Сайтов ОНК Общественной Наблюдательной Комиссии По контролю За соблюдением Прав заключенных В Кировской Области Оказывается Два Один из них Ведется Комиссии И там Выкладывается Информация О том Куда съездили Члены Комиссии В какое Исправительное Учреждение Что там Увидели И какие Жалобы Отработали И прочее А на втором Такие Высокохудожественные Тексты В которых Я понимаю От лица Председателя Общественной Наблюдательной Комиссии Кировской Области Михаила Кузьминых Транслируется Его мнение Я вас вчера Честно Попросила Прочитать И ознакомиться Я честно говоря Немножко в шоке Потому что Я не представляю Как руководитель Общественной Наблюдательной Комиссии Может писать Про своих коллег По комиссии Следующее Оценил Шняги Транслируемые Особо Одаренными Членами ОНК Данный Мейнстрим Не оставляет Хмырем От правозащиты Возможности Свободно Гулять По буфету Это Все касается Прихода Членов Общественной Наблюдательной Комиссии В наши эфиры Ян Евгеньевич Я честно говоря Не знаю Как трактовать Такие вещи Ой Вот Аня На мой взгляд Здесь очень легко Впасть В заблуждение И совершить ошибку Которая может быть Даже фатальной Для кого Сейчас я поясню Вот вы сказали О том Что существует Два сайта Да Ну вот Я всегда заставляю Верить себя в лучшее А давайте Не будем Исключать Что кто-то Ведет этот сайт С целью Например Дискредитировать Председателя Общественной Наблюдательной Комиссии Ну да Ведь интернет Это же действительно Большая помойка То есть здесь Безусловно Вот вы мне когда Скинули ссылочку Я почитал У меня возникло Желание Лично Пообщаться С автором И немножко Просветить его В правильности Употребления Различных Идиоматических Выражений И Разного Рода Сленга Потому что Там некоторые Ошибки Допускаются Существенные Вот Но потом Я начал Думать Про жорганизмы Вы сейчас Про жорганизмы Да В этой части На мой взгляд Все-таки Я не исключаю Именно тот момент Что действительно Имеет место Быть Какой-то конфликт Слушайте Ну мы сталкивались Уже С ситуацией Когда наши Общественники Очень большое Внимание Уделяли Тем конфликтам Которые Разгорались Внутри Их же Учреждения Это всегда Безусловно Прискорбно Всегда печально Люди Должны заниматься Делом Ради которого Они собрались А не выяснять Отношения Безу собой Вот честное слово Я бы не обратила Внимания Но там понимаете Указано Что шняги Транслируем мы То есть мы Приглашаем членов Общественной Наблюдательной Комиссии Они нам Рассказывают И своих поездках Вот и выясняется Что это все Транслирование Шняг Слава богу Что в российской Федерации Пока еще У граждан Сохраняется Возможность Мыслить по своему Ну если кто-то Считает Что эхо Москвы Транслирует Шняги Ну это его Право Пусть Пусть продолжает Считать Так же и дальше Значит Я не знаю Кто является Автором Вот этого Забавного Текста На мой взгляд Абсолютно Безграмотные Мерзительные Вещи Если автор Вот этого Текста Действительно Как-то связан С деятельностью ОНК На мой взгляд Его Возникновение На горизонте Событий Общественной Наблюдательной Комиссии Ну является Ошибкой Тех Граждан Которые Его туда Направили Тех граждан Кто проголосовал За его Участие В этой Комиссии К сожалению Но тем не менее Общественная Наблюдательная Комиссия Имеет дело С людьми Попавшими В серьезные И проблемные Жизненные Ситуации Не надо их Усугублять Вот подобного Рода Разборками Тем более Что наши С вами Сограждане Очень часто Видят В членах Наблюдательной Комиссии Как раз Последнюю Возможность Где-то Возвать К какой-то Справедливости Обратить Внимание На Какие-то Нарушения Их Прав И Интересов Они Может быть Зачастую Бывают Преувеличенные Но бывают И правдивыми Абсолютно Я вот Не являюсь Членом Общественной Наблюдательной Комиссии Но я Знаю Несколько Граждан Которые Регулярно Бывают В различного Рода Исправительных Учреждениях Кирова И Кировской Области И приносят Очень много Добра Вместо того Чтобы упражняться В островами В интернете Хорошо По тексту Мы еще Сделаем Отдельный Эфир Я надеюсь По крайней мере Пригласим Михаила Кузьминых В наш эфир Я думаю Он Давайте спросим Может это и не он Откуда это возникло Да Яна Чеботарев Юрист в нашем эфире Мы продолжим Особое мнение Но после небольшой рекламы Особое мнение На 101FM Юрист Яна Чеботарев В нашей студии Со своим особым мнением Мы продолжаем Еще одна тема Косвенно связанная С судебными процессами Кировские католики Подтвердили Что готовы Обратиться в суд По вопросу Передачи Александровского костела Мы эту тему С вами обсуждали Как-то в эфире Подключали вас После того Как Отец Григорий Заволинский Провел месяц Ну практически Там он и католики Пост на хлебе и воде Я так понимаю Что в течение этого месяца И спрашивали они Мнение Региональных Там и федеральных Своих руководителей И вот Архиепископ Павел Пец Дал согласие На судебные разбирательства По поводу Возвращения И невозвращения Александровского костела Католикам Я посмотрел Недавнее интервью Отца Григория Он говорит Что в принципе Они не настаивают На передачу здания В собственность Они просят Лишь возможность Безвозмездно пользоваться Им в течение 49 лет Напомню Что сейчас Католики Платят 50 тысяч Рублей в год Такую сумму Отец Григорий Озвучивал За возможность Проводить В Александровском костеле Богослужение И вы В нашем эфире Говорили Что вы видите Благоприятные Для католиков Судебные перспективы Если они в суд Обратятся Ну да Я полагаю О том что При прочих Равных условиях Безусловно Шансы Выиграть Это дело Приход Имеет Причем На мой взгляд Сложнее Его проиграть Будет Хотя конечно Простите Отец Григорий Сам об этом Неоднократно Говорил Россия Страна Непредсказуемая На любой суд Давление Может быть Оказано К сожалению Но тем не менее Дорогу осилит Идущий Разбирательство На местном уровне Пройдет В Кирове Да Другого пути Кроме как Обращаться в суд Действующее Законательство Никому На территории Российской Федерации Никаких иных Возможностей Просто не дает Соответственно Нужно начинать Судебный процесс Как бы Чем бы он не завершился И сколько бы Времени Какую-то точку Нужно пытаться Ставить Либо окончательную В случае положительного Исхода дела Либо промежуточную Почему Потому что Тогда сохранится Возможность Обращаться Опять же С соответствующими Требованиями Уже В международные Органы Причем это не только Суд по правам Человека Можно Обратиться И в другие Специализированные Заведения Которые Рассматривают Подобного рода Спора Вот Займет Эта процедура Да Конечно Какое-то время Безусловно Но На мой взгляд Все вперед Все что было Украдено Когда-то Должно быть Возвращено И на мой взгляд Разницы Большой нет Было ли это Здание Церкви РПЦ Либо Какая-нибудь Часовня Если стороны Между собой Договорятся И никто Не будет Против О том Что костел Остается В собственности Области Но католики Получают Взамен Что-то Другое Участок Строительства Еще что-то Тяжело Или конкретно Будет обсуждаться Все-таки Вопрос Передачи Суд Все-таки В Российской Федерации Законом Связаны Решения Суда Не должны Противоречить Закону Закон Предусматривает Возвращение Религиозных Объектов Да Того Имущества Которое Имеется К моменту Судебного Разбирательства Ведь у нас Очень много Храмов Погибло Согласитесь Было бы странным Если бы В настоящий момент Русская Православная Церковь Потребовала бы Например Компенсацию За взорванный Храм Христа Спасителя Либо Александра Невский Собор В городе Кирове В Вятке И прочее Прочее Поэтому Закон Как раз Говорит о чем О том Что что есть Сейчас То что уже Не приватизировано То что может Быть возвращено Что находится В государственной Муниципальной Собственности Вот это Надо отдать На мой взгляд Перспектива Здесь шикарная Есть Ну мы подождем Насколько я поняла Отца Григория Где-то в конце мая Должна быть информация Уже о том Когда Когда будут Подготовлены документы И когда они будут Поданы И в какой суд Ну я во всяком случае За подобного рода Процессом Буду стараться Наблюдать По тем источникам Которые есть Это либо С сайта Непосредственно Прихода Вятского Либо По сообщениям Средств массовой информации Эта тема На мой взгляд Важная Городская тема Ян Евгеньевич Городская тема И тоже такой Юридический ликбез Отчасти Многие пользователи Социальных сетей Возмущаются тем Насколько Некачественно Скажем так Прибрали Киров К майским праздникам Особенно Возмутило То что не успели Сделать это К 9 мая Потому что Обычно город наш Все таки И не только наш Я так понимаю Да Приводит в порядок Недоволен Остался и Глава администрации Илья Шульгин Который сначала Ездил с инспекторской Проверкой 8 мая Потом по моему 11 мая Ну там очередная Выволочка Извините меня Пожалуйста За такое слово И сотрудникам Подведомственным Городской администрации Представителям Управляющих компаний И прочее И прочее И прочее Я так понимаю Что какие-то Кары их ждут Вот Но наши Коллеги Наши постоянные Эксперты Красивый Киров Накануне Делали замеры Для федерального канала По количеству Пыли и грязи На улицах Кирова То есть Это даже не бумажки Которые не успели собрать И собственно говоря Там технология Достаточно простая Они просто Вымеряют участок Полметра на два метра На проезжей части И собирают оттуда смет По нормам Я так понимаю Не более 30 граммов Смета может быть С одного квадратного метра Они взяли Три объекта Школу 59-ю на улице Некрасова Детский сад На улице Пугачева И детскую поликлинику На улице Некрасова Ну то есть Такие объекты Знаете Социально значимые Так вот С одного квадратного метра На улице Некрасова Килограмм Превышение Норматива В 33 раза У детского сада На улице Пугачева Почти 1400 граммов Превышение В 45 раз У детской поликлиники На Некрасова 1800 С лишним граммов То есть Почти два килограмма С квадратного метра Пыли Грязи С проезжей части И всем этим Ян Евгеньевич Мы дышим У меня вопрос Где наши медики И почему до сих пор Со стороны Департамента Министерства Здравоохранения Нет никаких Не знаю там Угроз Не угроз Жалоб Не жалоб Но хоть какой-то реакции На все происходящее А я не знаю А в частном порядке Мы можем пожаловаться? Можем Просто простите А итог какой будет? Вот это да Это вопрос Жалоб можно написать Большое количество Огромное количество Засыпать ими Прокуратуру Санэпиднадзор Да что угодно Хоть с Портлатон написать Обязать они Собрать весь Ульт К сожалению К сожалению Отдельно взятый Гражданин Российской Федерации Не может Обратиться В суд Либо В какой-то Иной орган В защиту Не своих Интересов Лично своих То есть В защиту Публичных Интересов У нас В суды Обращаются Исключительно Органы Прокуратуры Ну Можно попытаться Конечно Привлечь внимание Органов Прокурорского Надзора К подобного Рода ситуации Но можно Пойти И по более Простому Пути У нас Ведь есть Депутаты Кировской Городской Думы Почему Мы Живем Мыслями Советского Союза Что нужно Обязательно Бежать Куда-то Жаловаться Государству Вместо Того Чтобы попытаться Использовать Легальные Механизмы Оказания Влияния Я бы Имел Возможность Я бы Задал Господину Шульгину Вопрос Какие У него Есть Инструментарии Как у Администратора Города Для того Чтобы Наказать Нерадивых Подрядчиков Которые Не выполняют Взятые на себя Контрактные Обязательства Ведь у нас Администрация Города Успешно Проводит Торги Конкурсы Заключает Контракты Определяет Предприятия Которые Ответственны За содержание Города Если Существует Норматив В соответствии С которым Этой пыли и грязи Не должно быть Да какая мне разница Какую прибыль В итоге Получит Или не получит Данная Коммерческая Структура Если она Не может Справиться С подобного Рода Контрактом Она не должна Работать Вообще Если я Перестану Извините Удовлетворять Своих Клиентов И достигать Тех результатов Которые Достигаю Я останусь Простите Без работы И пойду На завод Работать Как в молодости Значит Я бы задал Господину Шульгину Вопрос Какие меры Приняты А почему До настоящего Времени Например Подрядчик Заходящий На уборку Будь то Снега Либо летнюю Уборку Улиц До сих пор Не вносит Например Какие-то Обеспечительные Платежи За счет Которых Можно Восполнить Те недостатки Содержания Города Мне кажется Они бедные Очень У них нет Возможности Обеспечительные Платежи Вносить Ну не согласен Я с вами Нет Ну а как У нас Контракты Срок осчисляются Миллиардами Контракты На содержание Уличной Дорожной Сети Которые Не подразумевают Перекладку Асфальта Кстати Ну они тоже Не шибко дешевые И извините Погонять машину Просто хотя бы Подмести Несколько раз Город Либо вылить Пару цистерн Воды Для того Чтобы просто Асфальт этот Помыть И смыть К чертовой матери Эту пыль Грязь Некуда смывать Ливневка не работает Извините Ну нас Вам на многих Улицах ливневки Просто нет Это делается Следующим образом Насколько я Опять же представляю Загоняется Просто поливалка Которая разгоняет Этот пыль Грязь Мусор По обочинам Дороги Оттуда уже собирается Да Все достаточно просто Нет нерешаемых Ситуаций Если где-то Каким-то образом Инструментария У городской администрации Не хватает Для того Чтобы как-то В узде Подрядчиков Держать На этом у нас Есть депутаты Кировской городской Думы Которые запросто Могут восполнить Те пробелы В законодательстве Муниципальном Которые есть И проголосовав Принять Недостающие нормы Вот и все И вперед Да Проблема Выединяться не стоит Было бы желание Ну вот Завтра Насколько я понимаю Илья Шульгин К нам приходит Мы зададим Этот вопрос Обязательно Чем помочь администрации В исполнении Их нелегкого бремени Вы готовы? Помочь? Да Пожалуйста Я никогда не отказываюсь Илья Шепотарев Юрист в нашей студии Со своим особым мнением К сожалению Завершаемся Мы уже Не успели поговорить Про Солженицына Но я думаю Что если тема С запретом Солженицына На территории всей России Будет развиваться То мы с вами Еще обязательно Об этом поговорим Хорошо Будем Шаламова читать До свидания Особое мнение На 101FM Продолжение следует...